Боже мой, Господи, наконец-то я дожил до тех лет, когда мой сыночек приведет дом невесту, ах, красавицу, ой, за это хочется выпить, боже мой, девочка будет, красотулечка, мать, пока с духовкой разобралась, не верится, слушай, не верится, наш малыш наконец-то привел в дом невесту, девочку, слушай, она наверняка красотка, она самая красивая в мире, ты знаешь, я буду любить ее, ну, прям как дочь, я буду любить ее больше, чем тебя, папа, мама, она пришла, малыш, что ты, дебил, улыбаешься, ну, стынет все, что мать приготовила, ты девочку держишь в коридоре, иди сюда невесту, молодежь, ну, вот ты видишь, за них вы, Меня зовут Europe, я не говорю, вы, я не говорю, вы, я не говорю, вы, я не говорю, вы, я не говорю, honey, baby, you next up, pretty gets started. Знакомьтесь, это моя девушка Евгения. Сынок, я не услышал, это твоя девушка или это твоя дедушка Евгения? Сынок, прости, мы просто с матерью, мы распереживались. Ты сказал, это твоя девушка Евгения или у нас больше нету сына? Пап, ма, чё? А я-то что, как дура тут стою. У меня ж там оливье в духовке. Предлагаю, мать, не ждать. Хорошо, тогда, может быть, сядем за стол? О, шуфутинский дело, говорит. Папа, давай, угощай. Да, ну. Хайф, патика, лавра. Папа, ну. Да, угощайтесь, святой Николай. Папа. Да, да, извини, забываю имя. Что бог послал, курочка, оливье, картошечка, салатик, хлебушек. Думаю, ваш любимый, Бородинский. Папа, давайте знакомиться. О, давайте знакомиться, Дамблдорф. Меня зовут, ладно, значит, Владимир Александрович. Да. Я отец этого дебила. Мать покойница. Хорошая была женщина. Очень любила идиота этого. А вы, я извиняюсь, старый гном, как познакомились? Знаете, случайно. Это я уверен. Ночью в парке. Да. Ах, ночью. Да, это была любовь с первого взгляда. Да, конечно. А потом мы всю ночь ходили по набережной и целовались. Папа, что? Ничего, извини, мне в то горло пошло. Мы просто сказали, целовались. А я так думаю, откуда у моего Юрчика вся морда в раздражении? А он просто с девочкой целовал. Ладно. Скажи мне, Фидель Костро. Пап. Я извиняюсь. Женечка, а вы кроме того, что вы вот так вот выглядите, еще чем-то в жизни занимаетесь? Да, конечно, я работаю. Дайте угадаю кем. Полярником. Да нет. Женечка работает в шоу-бизнесе. Ну, точно, я понял, вас людям водят и за бабки показывают, да? Да нет, стилист-парикмахер. Сапожник без сапог. А хобби у тебя есть, граф Монте-Кристо? Да, конечно, я играю на гитаре. Ах, так ты еще и Барт. Папа, Женя, давайте как-то разрядим обстановку. Разряди, да. Я согласен. Хотите, я расскажу анекдот? Ой, анекдот, вы знаете, я очень люблю. Правда, он немножко бородатый. Вот что-то я еще не рассказала. Ну, можете не продолжать. Продолжение. Давайте, может, я лучше вам историю расскажу. Ой, папа умеет рассказывать. У меня масса разных историй было. Правда, вы извините, я сейчас на вас смотрю. И вспоминается только одна история. Как я в Афгане воевал. Талиб ты мой симпатичный. Папа, Женя очень хозяйственная. Я понимаю. Вытирает пыль, моет посуду, подметает. Есть же чем, оно понятно. Подслушайте, Владимир Александрович. Вы действительно считаете, что мы с Юрой не пара? Ну. Не, ну честно, вы очень гормонально смотрели. Папа. Как гармонично смотрите. Я согласен, во мне не все идеально. Да перестань. Я давно хочу устранить один дефект в своей внешности. Какой? Я не вижу. Как это? Увеличить грудь. А то я так на женщин совсем не похожа даже. Грудей тоже нема, да? А можно, конечно, увеличить. Так а в чем проблема? Что вам мешает? Денег нет. Да? А что, трах тебе дох не помогает? Папа. А что ты пах? Ставь нормальный вопрос. Ладно, нормальный. Вот скажите мне, Женечка, вот вы знаете, как недавно сыграли Динамо Киев-Шахтер? Нет, не знаю. Я футболом не увлекаюсь. Хорошо. А я вот давеча поймал карпа. Вот такого, на 10 килограммов. Это много, типа? Я не в курсе просто. Ага. А хотите выпить что-то покрепче? Виски? Нет, я не пью. Разве что мартини, да? По замашкам так вроде и баба. Не пойму ничего с этого. Знаете, что? Ставь. Хватит надо мной издеваться. А-а-а! У вас борода порвалась. Дин. А, это рот. Извините. Нет. Папа. Ставь. Между прочим, я Жене сделал предложение. Ух ты, дебил, полы. Извините, я просто... Прости меня, сынок, Женя, простите. Я просто... Ну, сами поймите, это же не неординарная ситуация. Предложение. А может и хорошо. Пора, сына. Сыграем свадьбу. Ух. На Тамаде можно сэкономить. Чего это? А гостям и так будет о чём говорить весь вечер, да? Папа, ты не понимаешь, у нас всё очень серьёзно. Серьёзно? Да. Скажи мне, сынок, серьёзно, а у тебя уже с вот этим вот всём... У тебя были уже теле-теле троллевали? А, не-не-не. Не? Не-не-не. Женечка не такая. Ага. Мы до свадьбы не-не. Так, может, и после свадьбы не стоит. Папа, ну... Знаете что? Что? Я не хотел вам говорить заранее, но у нас для вас с Юрой сюрприз. Давай. Какой ещё сюрприз? У нас скоро будет ребёнок. Угу. Мать опять застрелилась. Послушайте. Что? Не хотите отпускать сына, так и скажите. Ну, почему я нормальный человек? Тем более... Помнишь, Юрчик, ты же когда-то сам хотел отпустить бороду. Ну да, да. Так, может быть, пришла пора её взять и отпустить уже? Пап, ну задай один нормальный вопрос. Один? Ну... Хорошо. Женя, ты сидела? Нет. Бог свидетель. Я пытался разговор перевести в другую сторону. Знаете что? Что? Вы здесь пообщайтесь друг с другом. А я пойду носик припудрю. Ага. Стульчак подыми. Красавица. Папа. Что ты папкой? Ты очень грунт. Да перестань. Ты знаешь? Что? Я очень сильно переживаю, что Женечку у меня уведут. Кто? Странствующий цирк? Намотает бороду на руку и утащит? Да как ты не понимаешь? Просто таким образом Женя бросает вызов обществу. Да я не это не понимаю сына. Я не могу понять, почему Женя бросил вызов всему обществу, а откликнулся только ты один. Я понять этого не могу. Я-то думал, что ты бросил свою Наташу. Папа. Потому что у него маленькие усики в одном прошли. А тебе просто этого мало было. Тебе надо, чтобы Карл Маркс с тобой жил. Да? Знаете, у вашего кота такой прикольный цвет шерсти. Да? Да, прям седой. До вашего прихода он был черненький. Пап. Да? Ну прекращай, ну мы же семья. А, ладно, все, перебрал. Извините, простите меня. И можно вас на секунду? Таких семей не бывало в нашем роду? Ух ты! Резко мне не подходили. Папа. А? Да, все. Все. Уже активнее, ладно. Ладно, Женя, можно? Как-то ж надо жить. Можно я вас... Можно я по-отечески буду называть вас Жека? Хорошо, тогда можно я буду называть вас папа? Конечно, сынок, можно. Пап, даешь добро на свадьбу? Да, сына, добро. Неси икону. Благословлять будете? Ну, если изгнать не получится, благословлю. Пап, ну... Угу. Благословение. Угу. 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 Продолжение следует...